Welcome to Abu Dhabi, друзья! Мы шли на улицу, подняли руку, остановилась машина, бесплатно привезла нас в Порте. Почему круиз? Потому что здесь ничего не надо делать, ты просто идешь и пьешь, и отдыхаешь. Приключение не обошлось, выронил из кармана телефон в машине, и непонятно, меня на корабль пускают или нет. Вот такая вот веселая ситуация, посмотрим, чем закончится, не пришлось бы мне тут ночевать. Welcome to Abu Dhabi, друзья! Location number one, Лувр. Кроме впечатляющих цифр технического масштаба, сколько тысяч тонн весит крыша и какую площадь она занимает, самое интересное для меня это то, что данный музей существует всего лишь 7 лет, и за эти 7 лет им удалось собрать достаточно впечатляющую коллекцию произведений искусства и мировые какие-то шедевры. Естественно, все это стоит сейчас гораздо и гораздо дороже, чем 200-300 лет назад, когда французский Лувр образовался. Поэтому обязательно в следующий раз, а может быть и в этот, обязательно зайдем и будем созерцать, что там. Автобусный тур «Галопом по Абу-Даби» называется. 20 долларов всего лишь стоит. 20 долларов, чтобы вы понимали, это примерно где-то, как у нас, 2 доллара в СНГ, потому что для Абу-Даби это крайне-крайне мало. И где взять такие лайфхаки для круизных путешествий? В первую очередь форум «Авимба». Ссылочка будет в описании. Рекомендейшн. Продолжительность экскурсии в 7 часов. Представьте себе, за 20 долларов в 7 часов экскурсии. Посещение самых неизвестных мест. С посещением мечети. Но мы, к счастью, или, наверное, все-таки к счастью, мы уже там были. Кому интересно, вот здесь вот будет ссылочка. Каким образом построить свой маршрут, расскажем чуть попозже, все увидите. Туристическая ловушка, так еще называют такие места. Якобы рынок, но на самом деле это не рынок, а мини-маркеты, сеть мини-маркетов с сувенирами, со специями, кофе, финик находится прямо возле порта. Но сами понимаете, для чего сюда заводят. Но, с другой стороны, когда вы вышли из круиза, у вас наверняка нет времени зайти в какой-нибудь супермаркет, для того, чтобы выбрать все по фиксированным ценам. Поэтому, как вариант, прикупить каких-то плюшечек арабских. Why not? И так выглядело Будаби еще каких-нибудь 50 лет назад. Это сегодня тот, самые крутые тачки в мире. А когда-то король пустыни бороздил. Вот это здесь реально человек работает. Еще одна остановка на нашем маршруте. Бесплатное посещение, понятно. И напоминает собой не столько историческую деревню, сколько большой сувенирный магазин. Судить вам по видео, ощущение такое, что сделан правильный исторический антураж, и в нем сувениры затем продаются, которые сделаны, на самом деле, неизвестно где. За исключением, наверное, ткацкого станка. И то не факт. Какая-то бамбуковая хижина. Но такое ощущение, что не очень сильно это похоже на то, как это было много лет назад. Вот что-что, а почилить в тени деревьев здесь есть, где, посмотрите. Туристы спокойненько располагаются себе. Шикарный вид, бирюзовая водичка, ивановские девчонки. Все здесь. Коротенький пидстоп на корабле. И сейчас мы продолжим далее знакомиться с Абу-Даби уже по наводке местных жителей, что самое ценное в любом путешествии. Подходя к круизному терминалу, посмотрите, какой здесь крутой местяк уличной еды. Но поскольку сейчас Рамадан, как бы днем все закрыто. А вечерком, судя по всему, когда мы вернемся, начнется здесь движуха. Интересный факт, что мы прервали свою обзорную экскурсию, поскольку дальше нам уже не актуально. Автобус отправился в мечеть, где мы были, и дальше на пляж. Нам вернули назад половину стоимости. Вышли на улицу, подняли руку, остановилась машина. Рамадан бесплатно привезла нас в порт. Это 20 минут езды. Парень из Египта предложил ему доллары. Он сказал, нет, но проблем. Вот такие они, ребята. Не все, что связано с Востоком. Обязательно тебя должны дурить, как это часто бывает. А в самом Египте, вот здесь ссылочка на выпуск про Египет, насколько наглые таксисты и мафия. Как там работает. Я обещал вам продолжение. Welcome. The Reds Palace. Крутейший комплекс, он же отель, он же произведение искусства. Рекомендация от местных гидов, проживающих здесь больше 20 лет. Пойдем изучим. Понятно, да? Будильник, естественно, ролик должен быть. А это бляха-муха позолота. Временем Эмираты полным ходом готовятся к Пасхе. Недорогие яички по 160 дирхан. Советы по посещению Emirates Palace. Всех подряд не пускают. Либо у вас должен быть резерв, ресторан. Либо вы должны здесь проживать. Либо, вариант такой, зарегистрироваться и стать членом клуба Мандарин. Он под управлением Мандарин управляется этот отель. И есть возможность прогуляться, провести время вот такой красоте. Наикрутейший кофе с шафраном, с кардамоном, еще какими-то специями. Отведали его в Занзибаре первый раз. Просто сумасшедший прилив сил. И, судя по всему, он там оказался благодаря аманскому наследию своему. Будем тестить здесь. Вот такими очень эстетичными, красивыми и вкусными, невероятно вкусными десертами балуют нас в данном дворце. А на самом деле это действительно дворец. Почему? Потому что, а, стоимость строительства 3 миллиарда долларов. В три раза дороже, чем отель Бурж-Аль-Араб. И в два раза дороже, чем Бурж-Калифан. Представляете себе? Использовано 20 тонн золота. Короче, не знаю сколько, но очень много тонн золота. И реально он выглядит как золотой восточный дворец. Изначально резиденция султана была предусмотрена, но потом решили сделать отель. Это 7-звездочный отель. До недавнего времени он был самым дорогим в мире. Уступил фальву первенства сингапурской Марини. Понимаете, в которой отель в виде лодочки такой с видовым бассейном. Тут стоит 8 миллиардов долларов. Интересно, все буковки на месте. Они же золотые. Президенция султана. Крайняя точка, который нашел посещение в Акудаби. И будет ознаменована каким-то потрясающим световым шоком. Варианта посещения 2 на самом деле. Можно до 5 часов попасть на экскурсию. Стоит это 65, нет, 75, по-моему, на месте Дирхам. А можно, по совету бывалых аборигенов, приехать на закате. За полчаса до светового шоу пускают сюда. Стоит это 25 Дирхам. Но вопрос даже не в Дирхамах, а в том, что очень большое количество людей, желающих. И нужно долго в очереди стоять. В нашем же случае все происходило мгновенно. Такая дверка неподъемная. Продолжение следует... Считаю, очень плодотворно мы провели день в Абудаби. Время 8 часов, 8.30 у нас отход. Очень плотненько. Тяжело достаточно спланировать день, когда ты ограничен по времени. Но, в общем-то, я очень доволен. Вы свое мнение можете указать в комментариях. Приключение не обошлось. Выронил из кармана телефон в машине. В 20.30 закрывается гейт на посадку. Корабль отходит в 9 часов вечера. Этот, пока нашли этого друга таксиста, он успел уже отъехать хрен знает куда. Сейчас возвращается назад. И непонятно, меня на корабль пускают или нет. Вот такая вот веселая ситуация. Посмотрим, чем закончится. Не пришлось бы мне тут ночевать. Все, что хорошо заканчивается. 20.44 и я на борту. Сирбаньяс, друзья. Остров, курорт, круизный терминал. Все в одном месте. Приехать самостоятельно теоретически возможно на этот остров. Но по факту забронировать что-то самостоятельно, я так понимаю, что нифига не получится. Уйти вот с этой тусовки круизной, ты не имеешь права никуда. Только лишь вот по пляжу погулять. Расценки, как обычно для круизеров, космические. Ну, к примеру. Полтора часа покататься на велосипеде стоит 68 евро. Сгонять на сафари 80 евро с человека. Причем мы были настроены на этот подвиг. Представление в голове такое, как это было когда-то в Южной Африке. На рассвете, на закате. Антилопы, носороги, слоны, тигры и все прочее. Но опытные круизеры, которые не первый раз в этом круизе, сказали, что в лучшем случае, если антилопу увидишь, как бы и все. Хотя, на самом деле, по статистике, в разной оценке здесь обитает от 12 до 20 тысяч животных различных. Куда они прячутся в таком случае, непонятно. Но подождем первую группу, которая вернется. Посмотрим. Пока что, судя по тому количеству джипов и таких прогулочных траков, видимо, немного желающих рвануть на это сафари. На берегу происходит, по сути, то же самое, что и на корабле. Неорганизовываются точки питания, то есть такой выездной кейтинг. Ну и, как обычно, там, где самый путь короткий, там куча народа. Ловите лавка, крайняя точка. Но вот, теоретически, немного посетителей. Конечно же, сувенирная лавка. Как без этого быть? Я понял, для чего стоят велосипеды по цене 69 евро за полтора часа катания. Для того, чтобы ты немножко походил, подумал и понял, что 69 евро за сафари – это не так дорого по сравнению с прокатом велосипедов. Погнали! Посмотрим экзот. Как минимум, это весело! Как минимум, это весело! А вот теперь начнется самое интересное. Смотрите, как красиво он бежит. Величествило. Вообще огонь. Смотрите, как красиво он бежит. 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 Едем в гору обратным ходом. Аномальные явления и здесь присутствует. Музыка 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 Друзья, если вы в Дубае 100 тысяч первый раз и уже все достопримечательности посетили по не одному разу, рекомендейшн отправиться со стоянки круизных лайнеров на ближайший пляж. Как это сделать? Можно отправиться традиционно на такси. Но посмотрите, сегодня два круизных корабля пришвартованы и толпа ужасающая. Здесь каждые полчаса отправляется бесплатный шаттл до шопинг-мала Мерката и он находится рядышком с пляжем Ля Мер. Хотите посмотреть, как выглядит этот пляжик? Поехали! Ля Мер бич, господа! Вот так это выглядит. С левой стороны очень колоритный стрит-фуд, я так понимаю, район, но сейчас в Рамадан все закрыто. И вот, собственно, пляжик. Вся инфраструктура с правой стороны полностью обустроена и находится в самой главной бухте напротив в арабском стиле микрорайон. Процесс расчета на корабле максимально автоматизирован. Можно пойти рассчитаться наличными на ресепшн, можно самостоятельно, вот такие стоят терминалы. Прокатываете карту, выбираете русский язык, вставляете кредитную карту вот сюда и оплачиваете вообще без каких-либо вопросов. Единственный момент нужно учитывать, бесконтактный считыватель не работает, нужно физическое наличие карты визы либо мастер-карты. И все. И в следующий круиз рекомендейшн путешествия с милами заключается в том, что необходимо, если вы еще планируете путешествовать, необходимо оформить членство ЭМИС. Это очень просто сделано, заполняем эти анкетки. И если у вас есть предыдущие круизы на Коста, вам через 10 дней для всех придет подтверждение о активации вашей карты на МСИ. А вы в ответ отправляете свой членский номер Косты и в тройном размере балл, если таковы есть, зачисляется на этот счет. А потом всякие плюшечки, скидки, приглашения на коктейльные вечеринки и все такое. Вот это великолепное шоу, которое мы здесь наблюдали каждый день. Реально, артисты просто исключительно, синхронно выполняли все движения, каждый день новые, огромное количество. Как вы думаете, сколько они зарабатывают в месяц? Какие варианты? Я по шоу узнал, потому что у нас возник спор по этому поводу. Пахать, реально пахать каждый вечер в этом шоу, отрабатывая все эти движения. Сколько они зарабатывают в месяц? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, ожидание реальность. Игорь из Алмата. Да, все сбылось, как ожидал, такая реальность. А что ты ожидал вообще? Ожидал нормальный отдых, нормально погулять, повеселиться, посмотреть, покупаться. Все случилось, все случилось. Никита из Хельсинки. Ожидание реальность? Да, в целом так же. Это твой круиз какой по счету? Первый. Доволен? Да. Предзошли ожидания или ожидал большего? Да, в целом и ожидал так, как есть. В целом доволен. Понял. Игорь, это твой первый круиз? Это мой седьмой круиз. А почему вообще? Зачем? Почему круиз? Потому что в круизе лучше всего. Выгодно и дешево, и сердито. Понял, спасибо. Александр из Санкт-Петербурга. Ожидание и реальность. Во-первых, это какой круиз по счету? Четвертый уже. Четвертый. Почему круиз? Потому что здесь ничего не надо делать, просто идешь и пьешь, и отдыхаешь. Понял. Ожидание от конкретного круиза этого по Персидскому заливу? Никаких уже ожиданий, поэтому все зашло. Вот такое мнение тоже. Марина из Киев. Ожидание и реальность. Полное соответствие. Что ожидала, то и получила. Окей. Принято. Андрей из Санкт-Петербурга. Ожидание и реальность. Какой круиз по счету? Восьмой. Восьмой. Почему так много круизов? Нравится круиз. А что хорошего в круизе? Всегда праздник, весело, много разных людей. Все довольны, все счастливы. Супер. А именно от этого ожидания? То есть первый раз в Персидском заливе? В круизе по Персидскому заливу? Нет, здесь уже третий. Третий раз. Представляете себе, насколько должно нравиться? Что? Что здесь такого прикольного? Тепло? Погода, тепло. С Питера всегда хорошо. Всегда много новых знакомых, друзей. И все всегда тебе что-то интересное расскажут. Отключешься от своих там дел, хлопот, от всяких других. Интернету нет, поэтому можно цифровой детокс. Супер. Иногда полезно. Евгения из Санкт-Петербурга. Ожидание и реальность. Что ожидала, что получила? Ну, примерно того и ожидала, что получила. Да, а это какой круиз ваш вообще? Вообще восьмой. Восьмой. Почему? Что такого прикольного в круизах? В круизах, что каждый день новое место. Вот, самое главное. Да. Так. А именно от этого круиза по Персидскому заливу что здесь нравится? А здесь нравится, что лететь удобно и тепло. Тепло. Самое главное, тепло из зимнего Санкт-Петербурга в весенний Персидский залив. Именно так. Супер. Спасибо. Ольга from Иваново Capital. Что ожидала, что получила? Ничего не ожидала. Вообще не ожидала, не строила? Да, чтобы не разочароваться. Так. В принципе, не разочаровалась. В принципе, то есть не понравилось, понравилось, не понравилось. Вот как-то ровно все, да? Можно было сидеть дома. Больше все-таки понравилось. А что не понравилось? Вот ни один мне не сказал, что не понравилось. Ой, не понравилось. Есть моменты? Был восьмого утра, вставать не понравилось. Не понравилось, что постоянно нет мороженочка. А, душ очень маленький. Маленький душ, не помещаешься. Видно у тебя габариты такие. Конечно. Ага. Понятно. А это твой первый круиз? Да. Первый круиз. Еще пойдешь круиз? Да. То есть настолько не понравилось, что еще пойдешь? Да. Ну, на других лайнерах, наверное, норм. Конечно. Там наверняка душ в три раза больше. Конечно. И мороженое рекой. Да. Ну, оказывается, не все так плохо. Есть вещи, которые, в общем-то, понравились. Так? Да. Что? Отличная организация. Особенно, когда выходили на остров. Очень вкусная еда, хорошие напитки. Море. Море вообще изумительное. У вас в Иваново нет такого? Вообще нет. Никакого? Никакого. Я понял. Две речки и достаточно. Никаких проблем с языком, с общением не было на корабле? Ну, были небольшие. Языковые. Языковые. И язык жестов. Язык жестов есть. Всегда выручают. Светлана, пром. Казахстан. Казахстан, город. Петропавловск. Петропавловск. Не Камчатский. Ожидание и реальность. Это первый круиз? Это первый круиз. Первый круиз. Еще пойдешь? Да. То есть понравилось, не понравилось? Очень понравилось. Очень понравилось. А что в первую очередь? Что такого особенно в круизе? Зачем еще нужно сюда пойти? Ну, каждый день какая-то новая страна, новый город. Удобно, что вернулся, и ты опять у себя в номере, не надо никаких переездов. Отель на колесах? Отель на колесах, да. Прекрасная анимация, прекрасное питание. Все замечательно. Супер. А твои же ожидания привозить заедены, либо ты вот что хотела, то и получила? Примерно что и ждала, я получила. Супер. Спасибо. И самый главный эксперт на данном круизе Владислав, ты откуда? Из России. Из России. Сколько тебе лет? Восемь. Восемь лет. Хорошо, расскажи, что тебе понравилось в круизе, а что не понравилось? Мне понравилось все. Так. Не понравилось, ну, разве что ничего. Ничего не понравилось? Нет. Все понравилось и ничего не понравилось? Да. Отлично, супер. Да. Да. Это твой первый круиз? Нет. Много было в круизе? Много. Еще пойдешь? Да. Договорились, до встречи. Заканчивается наш круиз, уже кто-то улетел, кто-то покидает борт корабля. А что скажу от себя, мои ожидания привозить заедены, в первую очередь, благодаря посещению Омана. Это однозначно страна, в которую стоит еще раз приехать. Давно планировал и сейчас утвердился во мнении, что надо поехать на недельку-другую, поколесить по этой загадочной стране. Ну и мнение главного международного эксперта в путешествиях не только в круизах, а и в целом по миру милое. Ну, то, что ожидала, то и получила. Единственное, что, наверное, мне очень приятно было получить таким бонусом, то, что у нас появилась команда такая прикольная. Хорошую компанию. Да, хорошая компания, да. Нам никогда не скучно даже вдвоем, но здесь у нас появилась приятная компания друзей из разных стран. Это Россия, Украина, Молдова, Эстония. Было здорово, было весело. Круиз. Еще в круиз пойдешь? Да, конечно. Почему круиз? Что хорошего, прикольного в круизе именно? Чем отличается от другого вида отдыха? Ну, тем, что ты можешь проснуться, не собирая чемоданы и оказаться в новой стране. Кстати, да, около 80-я новая страна, Оман. И туда я еще хочу вернуться. Мне понравилось. Меня она впечатлила. Супер. Высадка с корабля происходит так же просто, в общем-то, как и посадка. Сначала проходишь через рамку и сканирование, потом попадаешь в багажную комнату, где выстроены все чемоданчики. И все. Для того, чтобы долго не искать свои чемоданчики, в багажной бирке запомните свой номер. Соответственно, ищем 43. Чемоданчик здесь. Но даже если вы заблудились, не так много можно пройтись. Аккуратненько все выставлено. И еще и вот, пожалуйста, сервис-трансфер до остановки. Для того, чтобы оставаться на связи, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать самые-самые крутые выпуски. Следующая остановка Саудовская Аравия.